Археолог Овсяников. Путь встреч солнцу. В Доме Шевелевых открылась выставка, посвященная 80-летию археолога, доктора исторических наук Олегу Овсяникову. Он был первым, кто начал систематические раскопки на территории региона. Это он открыл городище и святилище на реке Гнилки, где были найдены тысячи артефактов, рассказывающих о жизни загадочного племени Сихертя, проживающего по обе стороны Урала в Доненецкий период. Теперь посмотреть археологические находки, сделанные исследователем Заполярья за несколько десятилетий, могут все жители округа. В числе первых удалось увидеть уникальные предметы нашей съемочной группе. Арочная шумящая подвеска являлась женским украшением. В большинстве случаев представленные экспонаты относятся к печорскому звериному стилю. Андрей Попов, заведующий отделом истории Пустозерского музея, показывает элементы женских украшений, найденные экспедицией Овсяникова на Ортинском городище, расположенном в 90 километров севернее Наринмара. Кроме украшений, на этом месте были найдены элементы предметов быта, костяные наконечники стрел и фрагменты орудий. В частности, можно взглянуть на этот кинжал, обнаруженный на Ортинском городище. Его навершие рукояти изготовлено в виде хищной птицы и выполнено в технике полого литья. Кстати, кроме найденных предметов, на месте Ортинского городища был обнаружен и уникальный для арктических тундр Восточной Европы производственный комплекс по обработке металлов, а также фрагменты крепости. Эти находки позволили определить не только планировку городища, но и дали представление о жилищах и занятиях древнего народа, которые в русских летописях XI-XIV века назывались Печера, а в ненецких преданиях – Сихиртия. Всего при раскопке Ортинского городища было найдено около 1500 предметов из черного и цветного металла. И это только часть уникальных находок, ведь археологические раскопки Олегом Овсяниковым проводились и на других территориях округа – в Пустозерском городище и на реке Гнилке. И здесь ремесло средневековых мастеров удивляет. Разнообразные подвески – решетчатые, косорешетчатые, крестовидные, кольца, резные гребни, навершия для холодного оружия. Причем оно выполнено в технике полого литья из медного сплава и изображает собой стилизованную пантеру. Эти находки позволили выделить два периода – время существования городища, VI-X век и древнего святилища, которое обнаружено во время раскопок. Там всего было найдено 2000 предметов из стекла, меди, бронзы, железа, которые относятся к XI-XIV векам. Огромную работу археолога, историка, доктора исторических наук Олега Овсяникова трудно переоценить. Для многих он стал путеводной звездой, наставником и учителем. Многие, кто знал его лично, пришли на открытие выставки. Посчастливилось работать с Олегом Владимировичем и Татьяной Журавлевой. Это мы ходили на сопку Сееран. Там нужно было перейти речку. И эту речку можно было перейти только в одном единственном месте. И когда мы уже пришли на сопку, конечно, это очень интересно, что сохранилась часть верхушки этой сопки, где есть растительность, здесь ели, где есть какая-то растительность, кругом песок. И Олег Владимирович подошел и говорит, ну как, Татьяна Юрьевна, как вам наши путешествия, наш поход? Видите ли вы что-либо вокруг? Я все осмотрела. Я понимала, что там могли быть какие-то культовые предметы. Все разглядела, ничего не видела. И вдруг Олег Владимирович прямо у меня из-под ноги поднимает совершенно великолепный наконечник каменного века. Вот так чутье археолога помогало находить вещи, принадлежащие народам несколько столетий назад, которые были изготовлены. Чутье археолога Олега Овсяникова действительно никогда не подводила. Как сказал он в интервью однажды, мы не просто копаем, мы добываем новые исторические документы в их материальном виде. Межрегиональная выставка «Археолог Овсяников. Путь встреч солнцу» будет работать с 16 марта по 22 сентября.